Азаджи Маханов Молочно-товарная ферма «Табос» содержит 1150 голов высокопродуктивного крупнорогатого скота. В условиях современной конкурентоспособности его прибыли напрямую зависят от качества, поставляемого на переработку молока. Соответственно, корма должна быть питательная и экологически чистая. На зимний период хозяйству требуется 5000 рулонов сена, 11000 тонн сеннажа и силоса. В распоряжении хозяйства 400 гектаров полей, засеянных люцерной. Недостатка влаги весной не было. Рада аграрии, благодаря чему и плотность, и рост растения позволяет заготовить хороший объём. Всего 650 гектаров отведено под заготовку корма. 30% деятельности уже завершены. Работаем без перерыва. Думаю, в скором времени закончим, если техника не подведёт. 70% скошенной травы будет сенажной. В плюсе в нынешнем году рассчитывают оказаться и мелкие хозяйства. Благодаря поддержке президента и выделению ГСМ по сниженной стабильной цене, себестоимость кормов окупится зимой. Уже неделя прошла, как приступили к сенокосу. С гектара 200 тюков заготавливаются. Этого хватит не только своё хозяйство обеспечить, но и продать остатки. Если всё будет идти по графику, то завершим к концу следующей недели. Цена одного спрессованного тюка сена в среднем 550 тенге. Стоимость невысокая. Но сейчас, во время кризиса, крестьяне стараются сами заготавливать корм на зиму. В районе насчитывается порядка 89 тысяч голов скота. Потом у только подкормовой культуры отведено свыше 42,5 тысяч лектаров. Техники достаточно. С минеральными удобрениями, субсидиями и топливом государство оказывает крестьянам колоссальную поддержку. И посеяли всё вовремя. И вот теперь своевременная заготовка кормов идёт. Укос люцерны завершим до 15 июня. 27 театров страны покажут пьесу о казахском батаре-бурбая. Об этом сообщил автор пьесы Айден Расбекулы, приехавший в Алматинскую область специально для переговоров о постановке спектакля в нашем театре. По мнению историка, полководец, руководящий в казахско-джунгарских войнах с ополчением рода Матай, является уроженцем Аксусского района. И показ спектакля в нашем регионе в преддверии 90-летия данного района будет очень кстати. Отметим буквально две недели, как возобновились работы по строительству памятника Батыру в Аксусском районе. Для этих целей из областного бюджета в прошлом году было выделено 52 миллиона тенге. Ещё около 40 миллионов собрали жители населённого пункта для увековечения имени своего славного предка. Открытие планируют приурочить к юбилею региона. Уже 23 года, как я изучаю жизнь Борюбая Батыра. И в моей полнометражной пьесе, состоящей из двух актов, рассказывается о нём от рождения до смерти. Как говорил Ельбаса, ничего не нужно сочинять о казахском народе. Нужно просто рассказывать о нём. И мой спектакль будет наглядным примером. Подрастающее поколение должно знать своих героев. Поддержим молодых педагогов. В Талдыкургане подвели итоги областного конкурса «Хочу стать учителем». Участие в нём приняли более сотни выпускников из всех городов и районов ЖТСО. Однако финальную стадию прошли 28 конкурсантов. Состязание инициировано региональным профсоюзом работников образования и науки. Основная цель – повышение престижа профессий и статуса педагога среди молодёжи. Создание конкурентоспособной среды в сфере образования. По итогам победительницы стала Айолум Шабден из Коксуского района. В этом году ей предстоит продолжить своё образование. Уже в ВУЗе, а при поступлении в Жансузский государственный университет имени Ильяса Жансугурова на педспециальность, девушка гарантированно будет получать стипендию, даже если не сможет получить грант и будет учиться на платном отделении. Очень рада, что победила в конкурсе. Хочу стать учителем. Радости нет предела. Я с детства мечтала учить детей. Думаю, в скором времени достигну своей цели. Хочу выразить благодарность организаторам и соперникам. Состязания прошли на высшем уровне. По ту сторону добра. Обладательница специальной награды Халык Алгаса, координатор волонтёрского движения, лидер Кизет, более трёх лет, оказывающая бескорыстную помощь всем нуждающимся, сама оказалась в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке. В 2013 году после первой операции на щитовидной железе, тогда ещё 33-летней Екатерине Серединой, врачи поставили страшный диагноз – рак. Это было громом среди ясного неба. Но матери не позволительно опускать руки. Она не отчаивалась. Продолжала работать, воспитывать двух несовершеннолетних детей, старалась быть сильной. Но в 2016 году здоровье ухудшилось, и ей сделали вторую операцию. Прогнозы врачей, если судить, вот когда мы ездили в институт онкологии, нам сказали, мы не можем дать вам стопроцентной гарантии, что после операции, допустим, всё, ничего не будет, вылечится всё. Потому что это говорит такая болезнь, что неизвестно, как она себя поведёт. А болезнь оказалась неумолимой. Приступы сильных головных болей, внезапные головокружения. Это, как выяснилось позднее, отмирают сосуды головного мозга. Дальнейшие врачебные обследования показывали отсутствие раковых метастаз, но одолевали сопутствующие заболевания. Гемангиома и кисты на позвоночнике – пары с правой голосовой связки. Мы ездили в Алматы, когда в прошлый год мы по это обследование проходили, мы заходили к эндокринологу. Она нам сказала, что должны были меня отправить на радиоактивный йод. Но мы этого даже не знали, нам никто не говорил. У нас в Казахстане этого лечения радиоактивного йода нет. Поэтому только за границей получается. 40-летняя Уштубинка Екатерина Середина вот уже более трёх лет является активным членом Общеказахстанского объединения волонсёров «Лидер КИЗ». За это время она вместе с другими участниками движения оказала помощь многим сотням своих соотечественников, разнося по домам нуждающихся бесплатные продуктовые наборы, лекарства, а за период ЧП – дезинфекционные средства и маски. В своё время Екатерина неоднократно принимала бескорыстное участие в поисках потерявшихся детей. Катя сама также активно участвует во всяких благотворительных акциях. Она собирает спонсорскую помощь и развозит, получается, по семьям, которые нуждаются. Но за время ЧП, за два месяца по городу Уштуби, ей было развезено более 100 продуктовых пакетов. Екатерина живёт надеждой, что ей удастся справиться с мучительной болезнью, побороть которую в одиночку она не в состоянии. Для лечения ей нужно собрать необходимую сумму, которую выставили эстонские врачи. Все неравнодушные могут оказать посильную финансовую поддержку, чтобы Екатерина, как и прежде, вела полноценную жизнь, посвящая её помощи нуждающимся. Евгения Присяжная, Бигзат Кожмуханов, Телеканал ЖТСУ Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова